Every time I see your face, my heart takes off on a high-speed chase now, don't be scared, it's only love, baby, that we're falling, yeah, I can't wait till tomorrow. I'm not trying to answer what it is to be a father. It's a weird feeling, but it's a nice feeling. There's such a little crendel in the family. What kind of crendel? That's what it's like? That's what I like. When the child is born, it's actually something not forgettable. You're such a crendel, so you can't live without a person. You're not going to die. We're going to be a little more... Well, we're going to be more than... We're going to be a little more than we can. We're going to be a little more. We're going to be in the same place. We're going to be a little more. It's really nice when you come to the house, and he leaves and leaves and meets you. It's really nice to me. When he's home, it's not enough. даже скучно становится и грустно спим без просыпа не посыпаем что рано встает а то и ночь чуть-чуть отчегучиться часика на два за артачится и все и не уложить ничего нормально так пацан боевой если надо кому и втащить все нормально правильно удачу вам час нас первое что вам сказать удивительно когда комочек который раньше весел 300 сейчас уже поет по утрам начал обнимать какие-то эмоции реверты улыбку хохотать приемом соответственности самое главное и я теперь уверена в том что бандж джам со 100 метров я уже не прыгну до 60 останется моя последняя поколенная высота вот самое главное что изменилось жизнь теперь ты думаешь при этом двигаешь каждый шаг где-то стало более осторожно а еще конечно я не знаю хорошо ведь мамы это замечательно когда жизнь будет самый любимый самые самые просто идеальный человек в жизни то конечно эмоции только положительный так каждый у нас вот то что реально вот резко изменилась нашей жизни это то когда вот появился венерка не буду говорить о том что первое время мани спальни как как все абсолютно можно сказать в деле смолить я да но вот еще то что новая привычка уже выработалась это каждый вечер мы идем гулять а раньше такого вообще не было абсолютно когда появляется много разных привычек ходишь тихо чтобы никого не разбудить в радиусе если она заснула все это молчает слышишь всех любую письку выучишь главный обладает очень резкой реакцией для твой ребенок летит откуда-нибудь несешься как лань к нему настричь и уловишь быть с тех пор как у меня появилась машина все изменилось я сама изменилась изменился мир вокруг меня и появились новые друзья новые сказать коллеги по материнству я все тоже света но только часть меня уже мне не принадлежит часть меня уже в моем ребенке человеку вообще наверно всегда не хватает чего-то для счастья человек счастлив всегда там на 95 процентов сейчас я могу сказать что я на 95 процентов счастлив я могу быть хорошо чем больше детей тем лучше быть мамой на самом деле когда первый ребенок родился то как бы не понимаешь что это еще папа как бы есть странное ощущение есть как бы папа но как-то не поменялось потом начинаешь понимать когда ты начинаешь ты же ответственность за себе ну вот нравится на ребенка смотреть когда он маленький такой приятно проводить время с детьми такое удовольствие мама не надо не надо не надо очень большая гордость когда твой ребенок учится чему-то новому ходить, говорить, читать, раскачиваться на качели сейчас настроя детей мы хотим еще больше потому что мне очень нравится быть беременной рожать и потом жить вместе с детьми и мне кажется что когда их больше становится то они друг за другом сами с собой уже играют даже им меньше я что-ли нужно ну они самоорганизуются а мне очень нравятся именно маленькие дети ну учусь вместе с ними это такой вот правда говорят что дети учат родителей я с каждым ребенком понимаю что я учусь и сменяюсь очень сильно а вот Артем особенно много мне дал мне кажется поэтому я думаю о а если будет четвертый какая я буду вообще сушьте вот как то так в общем вот на самом деле папой то быть в общем очень хорошо но вот по предыдущему так сказать фрагменту моей жизни в общем очень понятно что моими детьми быть очень сложно вот потому что ну я как человек очень требовательный и все такое вот наверное их очень мучаю и наверное как это сказать наверное им очень не везет быть моими детьми а мне в общем папой быть еще приятно и я очень доволен что действительно у меня есть такие дни замечательные детей и в общем да я всегда считал что вот работа вожатым она как-то подготовит меня к тому чтобы стать папой и я всегда считал что вот я готов но ну вот стать отцом да я все знаю типа я там воспитал 15 тысяч миллионов детей вот но так получилось что а вот это совсем не связано да и когда я в общем стал папой то в общем изменилось все потому что я понял что я совершенно не понимаю как себя как себя вести когда вот надо строить некие какие-то отношения с детьми долгосрочные как в лагере там на сколько там на три недели как-то всю жизнь в общем с ними жить да и там надо не надо с ним ругаться надо как-то выстраивать все это дело а я оказался совершенно не готов да поэтому изменилось совершенно все и я как-то со временем начал к этому привыкать и надеюсь что в общем привык и дети в общем не очень страдают от отцовского этого самого такого-то отношения вот наверное и я даже больше чем уверена многие из вас хотят от меня услышать что-то такое особенное про то как я себя чувствую маму но ничего такого особенного я не могу вам сказать потому что быть мамой ну это как судьба любой женщины и я к этому отношусь как к какой-то данности что ли нет ничего праздного и нет ничего ужасного в этом но это просто наша жизнь и это в общем-то прекрасно будет мамой потому что таких то что переживает мама больше не переживешь нигде не будучи вожатым не будучи учителем не будучи любой другой ситуацией не знаю не знаю не знаю я не знаю мне кажется это очень волшебное ощущение мне кажется это здорово потому что ты с ребенком занаучишься ходить говорить читать Первый раз влюбляется в твой ребенок, он идет в школу, он чем-то увлекается, у него есть какие-то таланты Мне кажется, такое ощущение, что жизнь начинается заново Хотя многие говорят, что вроде как, когда рождается дети, жизнь заканчивается, свободная жизнь И времени на себя становится мало, мне кажется, времени становится больше, потому что ты успеваешь в два раза больше из-за себя и за ребенка Так что я думаю, что нам придется минимум в два раза ходить, читать, учиться, ходить, учиться, читать, учиться, писать, еще много чего интересного Потому что я хочу двое детей, минимум Да, и было бы здорово, чтобы они родились одновременно Нет Пережить вот это вот утро, вставать рано утром, вставать поздно ночью Лучше, конечно, пережить один раз, чем два раза Ну, я не против и два, и три раза это переживать На самом деле, это зона ответственности Ты в ответе не только как бы за свою жизнь, но за жизнь твоего будущего Ну, я имею в виду твое будущее, а за ребенком Вот, получается, что если ты, ты должен все в два раза аккуратнее делать Ездить на машине, там, ходить, не знаю, выкидывать мусор С более, там, осторожностью, не дай бог, там, с тобой что-то случится И ты в ответе как бы за себя и за них Поэтому мне кажется, что это, прежде всего, неописуемое счастье Которое мы пока не поняли, но обязательно поймем Быть мамой для меня, не знаю, наверное, это быть понимающим своего ребенка Всегда готовый к зайти на помощь Наверное, вот она истинная ценность всех матерей И тяжело, и трудно, и весело, и страшно Иногда я не рад, что ты можешь что-то неправильно сделать И гордость, когда твой ребенок достигает успеха Но, тем не менее, материнская любовь, она такая безусловная, такая открытая Она есть всегда и вне зависимости, какой у тебя ребенок Что он умеет, что он не умеет Все равно его матери все любят Мне было 21 год, а она так поменялась И стала иной Изначально это были бессонные ночи Непонятная ситуация Что будет, что дальше, как это Постепенно мы с ней сроднили и друг друга поняли Сейчас у нас замечательные взаимоотношения А все возвращается То есть я начинаю возвращаться в ту жизнь, которая была 10 лет назад Наверное, это интересно Это как заново проживать новую жизнь С самого младенчества и дальше Видеть, как растет твое чадо Представлять себя на его месте, возможно Или наоборот, его на своем месте потом Или, например, что-то не было в своем детстве А в его детстве это будет И завидовать Скажи Если у нас будет мальчик, у него будет большой башенный кран Из детского мира, скажи Конечно, обязательно Будем с ним играться Нам осталось совсем чуть-чуть Меньше месяца И у нас на свет появится малышка Ну, по прогнозам врачей, может быть, и малыш И сейчас у меня нет никаких страхов, переживаний Только такое легкое, может быть, нетерпение Так что вот Появится какой-то новый смысл жизни Новый плод нашей любви Крошечка И мы будем за ней ухаживать, учить Скорее родители чуть-чуть Все время дети Просто когда у них проявляются свои дети Они могут эту свою черту Как-то Открыто Скрывать Да За счет того, что Вот у меня ребенок Мы снимаем жизнь дорогу Вот мы там В песочнице Строим плечики Крепочки Всегда хотелось И вот есть возможность Это наконец осуществить Когда-то там В мои три года не игрался Слышался Я думаю А все хотят играть Наверняка, да У всех есть такая У меня брат, например, каждый раз Когда заходит в детский магазин Выходит оттуда либо с пистолетом Либо с набором Бэтмена Какого-нибудь Говорит это для племянника Некоторые думают, что О, один ребенок Это все Никуда не выбраться Еще что-то прочее А также можно спокойно ходить И в зоопарк И туда, и сюда И гулять И отдыхать И природа И море Мы ездили Вот Игорь был 10 месяцев Мы ездили на море Это было прекрасное время А со вторым ребенком Я даже не представляю Только Послушать других мам Говорят, что это тяжело Нелегко Но потом Когда они уже подрастут И праздники в два года Им будет весело И легче И у них контакт будет лучше Если, конечно, будет Тем более маленький Два брата Что, например, изменилось у вас Как бы с появлением ребенка Или какие-то новые эмоции Ощущения появились Тремно стало за все Вроде Вы стали вести Более здоровый образ жизни Ты уже не одна Ты уже думаешь не о себе А думаешь о ребенке первое Это счастье Это радость Это твоя награда Когда ты приходишь С работы Не важно откуда Ты приходишь домой И первым делом Тебя ни жена Ничего Сын бежит Кричит Папа Папа И ты садишься А он тебе на шею прыгает Обнимает И вот тогда ты понимаешь Что, блин Вот жизнь Наверное, ты прожил на деле Наверное Что-то ты все-таки сделал Добился Когда у тебя есть Вот это вот Ты знаешь, как бабочки в животе Когда влюбляешься А ты где-то в другом месте Ну, вот это самое важное Для меня А вот Когда будет еще один Представляю, вот этот вот Отряд бойцов Такой Папа И папа Аааа Ну, подрастут Вообще-то даже А сейчас Сейчас вот эта вот Его улыбка Это самое большое счастье Что Когда он радуется Смеется Конечно, что Ужжно 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 Все это вот Да, иди сюда, солнышко Иди сюда Нет, на самом деле здорово Очень позитивно Сразу Начинаешь ценить Своих родителей Да, и уважать начинаешь Начинаешь принимать Какой труд Сколько они на самом деле В нас вложили Сколько не вложили Сколько нужно вложить Своего ребенка Сколько могли бы вложить Да Вообще То есть Вообще В ребенка можно вкладывать Бесконечное количество всего То есть Главное не перекормить Иначе срагивают Сказали, что это где-то Есть поверье Что если на тебя написали Типа на свадьбу пригласили Ну, маленькие дети Много будет у вас У меня будет вообще Со свадьбы Будем уходить Да, пошел Во-первых Людей стало меньше Волнуюсь Очень сильно За муж Я себя поймал На мысли Что я когда Куда-то уезжаю Когда Дашка Едет с Башей Допустим, Я переживаю Очень сильно Или Когда они куда-то В поликлинику Мотают Я сижу на работе Ну, а скорее бы Скорее бы Я скучаю Очень сильно Когда уже На работу Мне не удается скучать Слава Богу Я все время с ним Да? Да А ты по папе скучаешь? Это пока что Неизвестно Он пока не может Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok